В Китае проходят передвижные выставки гравюр Дюрера и Рембрандта. В Пекине экспозицию представили в посольстве России в КНР. Для китайских любителей искусства это уникальная возможность увидеть работы всеверно известных мастеров, не выезжая за границу. На открытии выставки побывал наш корреспондент. Сразу 40 подлинников работ Дюрера и Рембрандта в одном зале. Для ценителей искусства в Пекине настоящее событие. Все картины – экспонаты итальянских музеев. Организовать выезд гравюр за границу помог Российский фонд искусства наций. Его специалисты вели переговоры с европейскими коллекционерами о проведении выставки в Китае. Цель – ознакомить китайского зрителя с лучшими шедеврами европейской графики. Почему именно эти художники? Потому что Дюрер – это отец Северного Возрождения. Рембрандт – это один из лучших художников и портретистов Голландии и Европы. То есть я хочу просто показать, как они изображали Европу 500-400 лет назад. На открытие выставки в посольстве России в Китае пришли несколько десятков человек. Среди них как профессионалы, так и любители изобразительного искусства. Увидеть подлинники гравюр Дюрера и Рембрандта на территории Китая – редкая возможность. До этого я только раз видел в стране одно из произведений Дюрера. Это было еще в 60-х годах прошлого века. Сейчас здесь представлено так много работ этих двух художников, что я очень взволнован. Надеюсь, что такая высококачественная выставка понравится остальным посетителям так же, как мне. Вы знаете, это такая редкая возможность увидеть таких мастеров в Пекине. Я обожаю Дюрера. И, конечно, здесь в музеях не так просто встретить его работы, как в Европе или в России. К тому же очень редкие работы сегодня представлены. Впечатления очень глубокие, сильные впечатления, потому что такие работы, которые не найдешь обычно в каталогах или в музеях. Так что спасибо. Шикарная выставка. Передвижные выставки будут проходить в Китае в течение пяти месяцев. Премьера состоялась в городе Далянь на северо-востоке Китая. В Пекине произведения средневековых художников будут находиться полтора месяца. Затем гравюры переедут в Шанхай, где порадуют местных любителей искусства. Лутун, Юлия Куц, CGTN.